Вступила зима, и мы переместились из холодной мастерской в котельную. Небольшое такое помещение, где есть отопление. И сейчас мы будем делать новый велосипедик. Значит, хозяин откатался на этом велосипеде, по его словам, 9 лет. Ездил постоянно, почти каждый день на работу, и в хорошую погоду, и в плохую. Менял вовремя цепи, менял вовремя кассеты, звезды и так далее. Но, наконец, он решил полностью провести технический осмотр, полную замену всех запчастей. Что мы обнаружили? Вот в этом месте, вот здесь вот везде, в этом месте началось ослоение краски и легкая коррозия. Здесь вот тоже на перьях все это произошло. То есть краска начала отшелушиваться, и верхний слой, скажем так, алюминия, начал немножко гародировать. Он все это сам зачистил, он все это сам покрасил. Ну, предварительно мы, конечно, разобрали велосипед, осмотрели все запчасти. И вот после покраски, сверху это еще лаком каким-то он покрыл, принялся велосипед. И сейчас мы будем его собирать. Я буду потихонечку рассказывать, что мы здесь поменяли, и что вообще делаем. Такое количество запчастей мелких содержится внутри любого практически велосипеда. Вот эти все запчасти мы сняли, разобрали. Каждую запчасть отмыли сначала в керосине, потом в ультразвуковой ванночке с порошком. Все это почистили, высушили, вымыли. Еще раз с мылом. Вот так вот это все сейчас выглядит. Это не все запчасти, которые есть на велосипеде. Это только мелкие, которые в ультразвуковую ванночку помещаются. Остальные просто чистились тряпкой и мылом. Не все эти запчасти будут восстанавливаться обратно на велосипед. Часть из них, особенно вот рулевые, там часть втулок, это все будет ставиться новое. Просто я показываю, вот все, что я отмыл, все очистил. И сейчас после отмывки я уже буду принимать решение, что поменять, а что можно оставить. Каретка здесь на выносных подшипниках. Типа Hollow Tech был здесь Shimano. Стоит он примерно 1800 рублей. Он на обычных шариках. Он испортился, его выкинули. Поставили еще китайскую каретку. На промах такая вот система будет. Внешняя хорошая система. Ничего с ней не случилось за эти 9 лет. Выглядит как новенькая. А вот каретку пришлось поменять. Поставили китайскую, но она зато на промподшипниках. Должна служить долго и стоит она намного дешевле. В принципе, китайские каретки очень шикарные. Очень тугие, очень плотные. У них пластиковые вставки. Блин, наверное, около часа я подразил, чтобы все это аккуратно, ровно вставить. Потому что не шло, приходилось там регулировать. И так далее. Такой вот ключ. То есть, чем хороши шлицевые полые шатуны, тем, что нужен только один ключ для съемок каретки. И она всегда легко снимается. А шатуны просто два винтика открутил и снял. Да, вот такой ключ я показал. И все. Дальше запрессовали подшипнички. Это на шариках, но они полностью закрыты. Такие полу-герметичные подшипнички. Для них используется вот такой вот ключик установочный. Спустя два дня сборки, настройки, смазки, регулировки, наконец-то велосипед собран. Так что это и сделано. Теперь верну заднюю втулку. Почищена кассета, почищен переключатель, почищена цепь. Каждый винтик почищен. Все это все собрано, настроено. Отрегулирован задний тормоз. Там стоит новая каретка. Все тоже почищено. Тут же звуковые ванночки. Переключатель отмыт. Все это настроено. Полностью перебрана передняя втулка. И в ней, соответственно, поменены все запчасти. Здесь все настроено. Передний тормоз полностью перебрали. Вилку перебрали. Рулевую поменяли. Все там заменили. Все подшипники. Новая полностью рулевая. Все собрано, все настроено. Такой вот прикольный велосипед. Штунной SLX. И задний переключатель у нас тоже SLX. Это, напомню, 2011 год примерно. До сих пор жив, до сих пор работает. Переключатель не сломался. В целом, очень хорошее состояние велосипеда. Но, конечно, вилочка немножечко сопливит. И задний тормоз, наверное, в следующем году надо будет перебрать, потому что он уже тоже не очень хорошо работает. Не идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова